Модель явно стала лучше. За счет чего же это произошло? Рассмотрим предикторы. Среди них мы видим много эффектов второго уровня, то есть перемножение исходных предикторов на пол. Я выделил два, которые помогут нам проинтерпретировать это изменение. Но прежде всего мы должны посмотреть снова на контрольную группу. Контрольная группа, как мы уже обсуждали, это люди, у которых нулевые значения всех наших предикторов. Поскольку все предикторы проходят через ноль, наша контрольная группа реальна. И можно сказать, что это люди, которые, допустим, живут не в таком, не в таком, не в таком типе населенных пунктов. Остается четвертый и пятый. Точнее, только пятый и четвертый. Вот он. Чтобы было удобнее, пересортирую их по алфавиту. Причем мы видим, что для большого города до Миссайл 1 нет двухмерного эффекта, а уже для пригорода есть и сам по себе главный эффект, и двухмерный эффект. То же самое для третьего и четвертого. То есть в контрольной группе находятся и мужчины, и женщины, не живущие в большом городе. А относительно пригорода уже только женщины, не живущие в большом городе. Потому что именно женщины закодированы нулем, а мужчины единицей. Таким образом, здесь у нас, если это единица, значит человек живет. В пригороде, если здесь единица, это значит, что и в пригороде и мужчина. Значит, в контрольной группе остается кто? Кто? Из пригорода женщины. То же самое здесь и здесь. Вот таким образом описывается контрольная группа. Целиком ее описывать не буду. Принцип, я полагаю, понятен. Поскольку коэффициент при константе отрицательный, значит в контрольной группе очень малая вероятность участия в профсоюзе. Посмотрим, что делают предикторы, касающиеся трудового договора. В данном случае это первый вариант, то есть бессрочный трудовой договор. Итак, если человек, европеец, обладает всеми характеристиками, как в контрольной группе, но при этом у него бессрочный трудовой договор, то вероятность участия в профсоюзе серьезно повышается, потому что коэффициент положительный.